здравствуйте дорогие друзья в эфире очередные новости гиберспорта сегодня в выпуске мы посмотрим на итоги игр в группах финальной стадии турнира star ladder увидим кто отказался от участия на dreamhack pcs 1.6 а также посмотрим на анонс нового need for speed игры финальной стадии star ladder season 3 в дисциплине тут отбав самом разгаре и первый день соревнований завершился для команды navi самым что ни на есть удачным образом наши ребята в групповом этапе встречались с командами virtus pro и team empire обе команды не смогли оказать должность сопротивления рожденным побеждать и они на легкой ноте закончили свои два матча обыграв двух представителей из россии 2-0 по картам что же касается российского дерби то сказать можно одно не кем занимались ребята из virtus pro на буккемпе если на первой карте игра давала шансы ребятам на победу то на второй вы никак не поддавалась вследствие чего состав вп занимает последнее место в группе во второй группе самыми лучшими дотерами стали шведы скейн и немцы gd они смогли обыграть представителей дании и россии без особых проблем и выйти в плей-офф стадию турнира плей-офф и navi сыграют против шведов российская команда team empire попробует свои силы в матче против немцев из gd об итогах матчей мы обязательно ознакомим вас в будущем выпуске переходя к дуэльным дисциплинам нельзя пройти мемор турнир в дисциплине quake life в голландии пройдет android slant по quake life в дуэли примут участие 18 игроков после которых сразу четыре снг представителя павел эвил дед и сайфер в тдм будет восемь команд снг представят два российских коллектива команда 102 и импульс 7 внушительный призовой фонд в разных номинациях призы от спонсоров и очень плотный геймер пол из топ игроков что может быть лучше и зрелищней с турнира будут доступны множество стрим трансляций поэтому выбрать интересный матч вам не составит особого труда неприятные новости пришли из тана двух команд по кс 1 и 6 команды из россии и бразилии не посетят предстоящий турнир который пройдет в бухаресте причину такого решения не указываются но ясно дно что в турнире осталось только два крепких коллектива которые наверное разделят между собой призовые места на чемпионате гнатика и аннексис два датских состава которые на данный момент находятся в самой лучшей форме среди остальных участников поскольку до турнира осталось чуть больше суток организаторы пригласили еще одних представителей румынии продолжать говорить о печальных моментах турнира особо не хочется будем надеяться что матчи все же получится интересными продолжая тему не самых приятных новостей переходим к игре starcraft 2 не часто и скорее приходят именно такие новости одна из ведущих организаций за всю историю старкрафта slayers закрывается и отправляет своих оставшихся игроков свободное плавание и поисках нового дома легендарная корейская команда slayers решила приостановить свою деятельность в среду было объявлено о распуске подразделения по starcraft 2 2012 год для slayers не иначе как провальным годом не охарактеризуешь поспособствовали этому и уход основателя команды боксера на тренерскую должность в искателеком t1 и скандал с участием победителя пятого сезона intel extreme masters мма и ряд других причин такие удары организация не пережила и дальнейшее управление и было просто нереальным вследствие чего менеджеры решили приостановить деятельность ну а завершает наш выпуск интересная новость об игре которая не часто попадает под прицел геймеров все же больше в подобные игры играют простые любители уличных гонок нежели киберспортсмены если раньше на турнирах серии wcg игра nfs была присуща многим то теперь в игру играют простые любители однако анонс новой игрушки вышел более чем впечатляющий игровая физика порадовала тем что с одной стороны и достаточно легко освоить но с другой чувствуется разность между поведением различных автомобилей и их дрифт самым главным достоинством игры является мультиплеер и алтолог 2.0 даже по игре в синглплеер теперь будет вести статистика по которой можно будет увидеть кто из друзей в стиме origin чаще всего разбивал тот или иной билборд или проезжал через радар с более высокой скоростью одним словом не игра а шедевр в области гонок реализ игры назначен на 1 ноября поэтому ждем с нетерпением ну а это были все новости на сегодня спасибо за внимание всем пока и Редактор субтитров А.Семкин